это вот я только влог сегодня снимала говорила на улице погода какая снега нету и вы представляете зарядил дождь сейчас прям такой сильный сильный ну вот вам не видно он уже уменьшился конечно но вот он видно да он меленький такой но быстро падает вот а я варю манты сниму вам видео очень вкусные получились уже несколько штучек я съела готовых ну вот так вот и я думаю почему после обеда с колюнкой поспала немножко подремала проснулась у меня голова ужасно болит думаю что такое она увидите погода изменилась то я вот только недавно заметила что дождь начался пойду наверное таблетку пить аспирин потому что тяжеловато уже терпеть но зато свежий воздух прям тут у меня окно приоткрыла ой я приблизила да кстати у меня комната 3 в этой квартире которую мы снимаем я вам говорила что я ее не использую у меня здесь на подоконнике склады косметические ну мне их просто некуда девать как я говорила мебель у нас мало у меня то вещи не вмещаются до обувь там и все остальное поэтому приходится как-то извращаться в пакетах все в коробках и в общем здесь у меня косметика в общем вот эти все пакеты это косметика здесь же у меня пустые баночки которые мне надо срочно снять и вот это все выбросить потому что уже надоели и в общем это то что всякие кремушки да и книги я выбрала которые мне не нужны не знаю или папа колин заберет или отдам может быть кому-нибудь объявление дам ну просто мнение ну никак и и владимир маяковский два тома все таки я поняла что вряд ли когда-нибудь буду читать не мое за этот заметила в прошлом году набор покупала комплимент вот такой вот здесь шампунь и бальзам для волос кератин и протеина шелка заметила что у него в этом году в августе уже срок годности заканчивается как-то не ожидала я что так быстро в общем либо на подарок тогда буду дарить либо сама тогда буду открывать в скором времени потому что нет я понимаю конечно что не всегда продукты портятся да потому что например вот я заметила такую тенденцию продукции например у и в раше которая там до после вскрытия баночки 6 месяцев срок годности 8 12 я пользуюсь и через спустя год этой косметикой все отлично все прекрасно конечно это рекомендуемый то есть это не табу это не продукты питания когда все написан тебе крайний срок да это ты боишься уже к этому даже сроку покупать косметика это совсем иное сроки годности которые указываются на косметических средствах это рекомендуемые сроки годности конечно не надо торопиться выбрасывать надо все проверять вот ну то же самое знаете парфюм у некоторых людей парфюме и по 8 лет стоят хотя у парфюмах три года и все то есть по идее как бы через три года выбрасывайте но нет и у меня тоже были парфюмы которым больше трех лет и которым я с удовольствием пользовалась конечно надо проверять следить в общем не знаю если поеду в этом году в смоленск тогда в подарок отвезу если нет тут чего ценник а даже если нет тогда буду буду открывать в мае в июне пользоваться сама коробочка довольно таки красивая прям подарочная что что делать в общем какой то у меня здесь хаос беспорядок ну пока вот так вот да с фикс прайса гель для душа шампуни тут в общем еще имеется прогулку совмещаем с магазином вот кстати у нас магнит переименовали магниту дома сейчас калюнь вот видно вам у нас конкуренция пятерочка рядышком появилась вон она и поэтому сейчас что там калюнь а турник такой давай жвачки взяли да ты не упадешь точно а ты не будешь висеть да да пошли калюнь сейчас еще на рынок надо зайти а жвачку дам наконец-то весна пришла движуха такая на улице все ходят едут куда-то давай лапку коль лапку ты один пойдешь один один сейчас вам покажемся чуть-чуть ветер на улице вот у Настя как всегда без кстати как вам помада песок песок да видишь песок появился надо срочно покупать себе этот не штатив а как он палку очень неудобно идти и себя прям снимать вытягиваю руку вот какой-то ветерочек все потупли дальше ой чуть не уронила да писали мне просили побольше на улице снимать вот стараемся тебе не холодно сын нет смотри вот любит камушки подбирать а потом кидает их причем нам побольше нужен камушек не маленький а чтоб такой весистый был да аккуратненько только смотри ни в кого не попади вот козленок мой козленок ты мой я у вас на самом деле не зря спросила про помаду и обратите внимание на тени и тушь а дело в том что я совершила такой рисковый довольно таки поступок и очень интересный для меня это мой первый опыт я себе купила б.у. косметику то есть как получается косметику с рук какая-то немножко использованная какая-то использована всего там по одному разу купила в общем сразу девушка продавала достаточно много косметики как я считаю и ну я думаю вам будет любопытно я ничего в этом такого не вижу ужасного потому что мы же как бы даже бывает пользуемся косметикой и то что нам не подошло или какие-то остатки мы можем отдать своим родственникам подругам и все такое я считаю что если есть возможность да там поделиться даже продать ну какой смысл выкидывать выбрасывать да то что можно ну вот я таких убеждений человек я сама мало что выбрасываю все-таки стараюсь куда-то пристроить даже и ту же даже и ту же самую косметику и одежду и книги и в общем все чего много касается вот поэтому да еще раз сейчас реснички посмотрите и губы вот и отдельным видео я сниму посмотрим что же я купила и за сколько только а а